Приветствую вас. На следующие моменты вам нужно обратить свое внимание, как вас задевает факт того, что вы не сможете общаться, например, больше с молодым человеком, да? Со своим парнем, то есть как вас это именно задевает? Что вы для себя теряете в этом? Это первое. Второе. Что вы чувствуете к мужчине? Это второй момент. Очень важно разобраться. Для себя в этом. И третий момент. Это устраивает ли вас вот эта ситуация связана с тем, как устроена, грубо говоря, семья вашего парня. То есть, что родители там запрещают общаться, да, с вами и так далее, так далее, так далее. То есть, это означает, что сам парень, он, скорее всего, будет такой вот, знаете как, ну, не самостоятельным, да? Вот. Скажем так. И важно понять, готовы ли вы к этому? Потому что человек будет вот таким не самостоятельным, потому что, ну, более, более самостоятельным он не будет. Вот. Вам это нужно учитывать обязательно. Если вы хотите, ну, в адекватных отношениях находиться. Значит, что здесь делать? Ну, вообще говоря, к вопросу о том, что делать. Я думаю, определиться с тем, чего вы хотите. Если молодого человека вы принимаете и принимаете его полностью, то нужно принять и эту ситуацию. Тоже. Но у вас выбора, фактически, фактически нет. Если вы не принимаете эту ситуацию, то получается, что вы не совсем принимаете и самого мужчину. А раз так, то возникает вопрос о том, на каких основаниях вы выстраиваете отношения, что между вами общего. Так. Дальше. То, что необходимо вам для себя самой разобрать это, то как получилось, что вы пришли, пришли именно в, ну, в социальные сети знакомиться с мужчинами, да, то есть, ну, почему вы строите отношения дистанционно, вот, не боитесь ли вы реальных отношений и, соответственно, нет ли вас какого-то негативного опыта. А вот, ну, негативного опыта я имею в виду, я имею в виду негативного опыта в отношениях, по отношениям, по отношениям я имею в виду. Вот это такая довольно-довольно-доже важная история. А, значит, в целом, вообще, вот, истерика, то, что вы сейчас плачете и так далее, да, это, конечно, вызывает определенные вопросы. Ага, значит, опять же, если родители запрещали, то они будут гнуть свою линию. Если ваш парень сам не захочет показать родителям, что он уже может самостоятельно какие-то вещи решать. Вот, ну, тут, опять же, на данный момент вы попросту, попросту жертва, ну, вот, которая не может в этой ситуации не на что повлиять и которая, ну, наверное, не совсем отвечает за выбор, который вы сделали. То есть вы не отвечаете за то, что выбрали вот определенного мужчину, да, который, ну, обладает определенными особенностями. В силу того, что у него определенный возраст, плюс определенный склад семьи, которая его оберегает, по его мнению. И в этом, ну, вот, это тоже вам нужно, как бы, принять, принять. Вот. Вообще мне сложно, конечно, представить, как в современном мире можно запретить общаться с кем-то. Ну, в интернете, например, там, то есть как родители вот могут запретить это сделать. Мне это, как кажется, несколько странным. И... А вам? Вам так не кажется? Вам не кажется странным, как вот родители могут запретить вашего молодого человека общаться, общаться там, допустим, с вами? Вот. Ну, как они, как они вообще могут узнать, что вы общаетесь? Вот. Как они вообще узнали, что вы общаетесь? Здесь, конечно, ситуация осложняется тем, что молодой человек несовершеннолетний, фактически зависит от своих родителей. И родители, как бы, получается, имеют право его направлять. Вот. Ну. Вопрос переживания – это уже вопрос к вам вообще. Свой повисок нужно отстаивать. И, в принципе, если предположить, что родители защищают своего ребенка, вот, то, если бы вы, например, приехали и показали бы молодому... Родителям показали бы, что любите, вот, действительно любят мужчины, да, любят их сына, то, может быть, может быть, ситуация бы и поменялась, вот, но как-то об этом речи бы не ведете. То есть, может быть, может быть, холодители просто боятся, что вы подчините их ребенку в боль, потому что вы несерьезны. Врядов здесь много, и когда можно очень долго, мне об этом не хотелось. Вот. Поэтому, действительно, нужно все моменты обсудить. Вот. И после уже решать, что вам делать. Но, конечно, тот факт, что вас это задевает, да, тот факт, что, ну, вы вот чувствуете себя хуже от этого. Насколько, что плачете при том, что вам, ну, ждать, как я понимаю, не так много. В смысле, что молодому человеку достаточно мало осталось до совершеннолетия, вот. Ну, этот вопрос мне решать с вами, ну, в том числе, как мне кажется, кажется, почему, да, потому что вы не разобралшись в себе, да, вот, вы не разобралшись в себе, да? В собственных переживаниях, вот. Идете в отношениях, ну, а там в этих отношениях, ну, вы можете, в принципе, довольно легко себе навредить. Вот. Вот. Чего бы, конечно, не хотелось бы. Я думаю, ни мне, ни вам, никому бы то ни было. Вот. Вот. Поэтому, очень важно разобраться в себе вам, очень важно понимать, что происходит с вами, очень важно отдавать себе в этом отсчет. Вот. Вот. И, тогда вы сможете просто более, более, сильно выступать, как более сильная личность. Вот. Вот. Ну, вероятно, вы, лучше, можете взимать действовать со, эм, родителями. молодого человека. Вот. Такая вот история. То есть это вот то, что я могу вам сказать. Опираясь на то, что вы написали. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. На этом всё. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!